В России более 70% детей посещают дополнительные кружки. Большинство, конечно, предпочитают спортивные секции, но есть и те, кто и дает предпочтение творческим кружкам. Эти занятия позволяют ребенку углубленно изучить направление, к которому уже есть интерес, развить уже имеющиеся навыки. Однако, как известно, никто не отменяет растущие нагрузки в школе. Как все успеть соблюсти баланс, не переутомить чадо и развить его потенциал без ущерба для здоровья и школьному образованию в сюжете Анастасии Новичковой. Один из главных вопросов, который волнует родители ежегодно, стоит ли отдавать ребенка на кружки и секции. Одни считают это необходимостью, другие – лишней нагрузкой. Мы решили спросить у тверичан о важности детской секции и на какие критерии при выборе направления стоит ориентироваться. Очень нужны. У меня у самого дочка маленькая, ей 5 лет. Она посещает танцы, посещает универсальный клуб. Там и рисование, и лепка, и там еще вот все, что детям интересно. Она с удовольствием ходит и там, скажем так, силы тратит, чтобы дом не разнести. Потому что и с детишками там общается, много друзей. По советам тех, кто с нами в садик ходит. То есть у кого-то там ребенок занимается, мы там дружим достаточно сильно группой, рекомендуют маму там. И, соответственно, туда приходим. Обычно начальные несколько, два-три занятия, они абсолютно бесплатные. Соответственно, если ребенку нравится, и мы видим, что она довольна, то, соответственно, продолжаем там заниматься. Я думаю, нужны, чтобы дети развивались, занимались там всем этим. Спортом развивали логику, мышление, эрудицию. Смотря на то, что ребенку самому нравится. Если ему нравится этим заниматься, пусть занимается. Главное, чтобы удовольствие приносило. Я думаю, что это обязательно надо для развития детей. Каждый родитель может предложить своему ребенку все, что по его мнению. Ну, в зависимости от возраста, конечно, ребенка. Если, допустим, ребенку уже 7-10 лет, наверное, он знает, что его больше привлекает, чем он больше хочет заниматься. Но если ребенок совсем маленький, то можно попытаться и туда его поводить, и сюда поводить, и посмотреть, вот как он определится, что его заинтересует больше. Чтобы ребенок мог выбрать то, что ему нравится, то направление, та активность, которая ему больше подходит. Инсиллюктуальная, физическая, творческая. Найти себя. Пришел, походил 8 раз. Если понравилось, остаешься. Если не понравилось, то следующий. Самый главный критерий, чтобы нравилось. Ну, на физическое и творческое развитие, на общение. И ребенка с командой, и ребенка со взрослым, с тренером, с педагогом. В первую очередь, по личности педагога, по его умению работать и с детьми, и с родителями, по его таланту, по его успехам и так далее. Всегда полезно пробовать что-то новое. И, конечно, если ребенок уже побывал в какой-то новой среде, регулярно ей занимается, и занимается с удовольствием, в любом случае, это только на пользу. И физически, и творчески, и социально. Большинство тверичан считают, что ребенка нужно отдавать на кружки и секции для гармоничного развития личности. Конечно, ориентироваться стоит на способности и желания своего чада. Но не стоит забывать, что помимо физического развития, ребенку необходимо обогащаться и творчески, и, конечно же, интеллектуально. Приобретенные навыки дадут ребенку определенные преимущества. Не только во время учебы и работы, но и в обычной жизни. Ему будет проще взаимодействовать с людьми, легче решать проблемы и задачи. А еще, как советуют детские психологи, нужно уметь разглядеть в своем ребенке талант. Ведь если развивать заложенные от природы способности, то можно добиться лучших результатов. А самому их обладателю стать более гармоничной и счастливой личностью.